Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И сегодня вас ждет игра, о которой я не знаю почти ничего Да, такое тоже бывает Ну, давайте обо всем по порядку Об этом реплее мне рассказал один из наших зрителей Который периодически помогает с подбором самых классных реплеев для некоторых рубрик Где важно, чтобы я не знал, чем закончилась игра или какой там у нее сценарий Ну, например, одна из таких рубрик это RavCraft И, собственно, он предложил мне даже не смотреть этот реплея Просто довериться, тем более, что мой коллега Ловко уже назвал эту игру игрой года Но он, естественно, может позволить себе легкие преувеличения ради кликбейтов Как и я, что уж там мы все грешны Но в любом случае мне пообещали, что вот во время просмотра этой игры Я забуду обо всех невзгодах, обо всем горе, что принесла Россия в Украину И смогу отвлечься буквально на полчаса от происходящего благодаря классному StarCraft Надеюсь, и у вас, друзья, получится это сделать вместе со мной Поэтому давайте попробуем Давайте отправимся на карту Берлинград Где в левом верхнем углу появился 20-летний Хорват Леон Верховец Его никнейм Goblin Он играет за команду, которую можно просто назвать Тим Ротти Ну, короче говоря, это коллектив, который индивидуально спонсирует Rotterdam Известный голландский комментатор В принципе, я думаю, и с Гоблином многие наши зрители уже знакомы Потому что неоднократно выходили видео на канале с участием этого игрока Ну и с Роттердамом тем более Соперник Гоблина, как вы догадались, еще один протос Это Блейсер Кристианер 18-летний игрок Он родом из Польши, но у него немецкое гражданство И живет он в Германии Зовут его Кристиан Что неудивительно, исходя из никнейма Фамилия Щенсны И для фанатов футбола, да По идее, он просто однофамилец Того самого Войцеха Щенсны Также странно пишется у него фамилия И я знаю, что вроде как в русском языке пытаются как-то совсем его коверкать Там что-то типа Щенсны Как-то вот так вот его называть, не знаю Мне кажется, просто самый простой вариант Щенсны подходит Команда у Кристианера тоже интересная Блейсер, у него был довольно громкий старт В том числе в нашем регионе Помнится, там чуть ли не все крупные игроки нашего региона Но крупные, вы поняли, в переносном смысле Хотя, может быть, и в прямом тоже Играли за эту команду Там, включая Блая, Демагу, Аверса Ну, потом как-то быстро все это загнулось И вот Кристианер, видите, до сих пор Блейсер представляет Собственно, что происходит в начале этой дуэли на Берлинграде Ну, пока я должен признать, тут такой старт, знаете, в виде классического ладдерного ПВП Хотя, ну вот сразу можем сказать по нестандартным цветам Это не ладдерная игра Потому что все игры на ладдере, вот для тех, кто не в курсе Имеют цвета игроки там красный и синий Если вы видите нестандартный цвет, это 100% не ладдерная игра Вот такой вот лайфхак Пытается Гоблин вот так проникнуть в минеральную линию одновременно адептами и оракулом И тем самым нанести сопернику максимально возможный экономический урон Мне кажется, получилось неплохо Потому что все юниты Гоблина выжили И он забирает у Кристианера уже суммарно 7 пробок Это очень серьезное достижение Благо у самого Гоблина делается Нексус И, в принципе, Старгейт тоже никуда не делся Появился второй оракул, а значит, наличие батарейки в минеральной линии Коренным образом не повлияет на экономическую ситуацию На возможность для этих оракулов харасить Ну давайте посмотрим Врывается оракул, просто бросает ревелэйшн Второй оракул пока не показывается Гоблином Это, кстати, очень крутой ход Гоблин сейчас может показать сопернику, что он только одного оракула сделал Что, соответственно, можно просто оставить, допустим, в минеральной линии на майне батарейку И спокойно уйти куда-то армией А потом наказать оппонента сразу двумя оракулами Это потенциально прям очень сильный ход Но будет ли он использован на практике? Большой вопрос В общем, дебют Гоблин в моем понимании скорее выиграл Да, сейчас по цифрам этого не скажешь Потому что как будто у Кристианра и на одного рабочего больше И в целом нормальная ситуация Но вот эти оракулы все-таки это очень хороший контролькарты Это очень хороший такой, знаете, вариант отложенного урона Потому что Кристианр должен понимать, что фактически Ну, минимум четыре, а лучше шесть сталкеров должны находиться на его половине карты Все время, пока эти оракулы будут живы А значит, невозможно будет пойти в атаку в какой-то момент Ну, вы поняли Тут вполне логичные расклады По которым у Гоблина дела идут чуть лучше, чем у соперника Гоблин пока просто контролирует карту для того, чтобы у оппонента не было третьей базы Кристианр красиво такую сеть пилонов, видимо, собирается создавать Которую он будет оракулов заранее замечать Тут еще один адепт, я так понимаю Или даже два адепта были доварпаны Вдобавок к этому одному убитому Там еще один умер в самом начале Для того, чтобы ворваться как-то в минеральную линию Что это будет прям снова такой совместный врыв оракулов и адептов Прилетает иллюзия на разведку Кристианр видит просто раскачанную минеральную линию на натурале Тут же Гардиан Шилд включил Кристианр В ответ на угрозу телепортации адептов Ну, действительно, Гардиан Шилд снимает урон от адептов Не снимает от оракулу, потому что от оракулов урон спелловый, который игнорирует броню Опа! Сюрприз Как это понимать? Ну, Гоблин просто пролетел через прокси Дарк Шрайн Кристианра И такое ощущение, что оба сделали вид, что они ничего не заметили Гоблин такой Да-да-да, я, конечно же, пролетел мимо и не увидел Дарк Шрайн Именно поэтому у меня сейчас делается обсервер А оракулы вернулись домой для дополнительной детекции в виде ревелэйшена А Кристианр такой Ну да Оракулы, естественно, пролетели мимо Дарк Шрайна И именно поэтому соперник будет не готов к моим даркам И можно не отменять Дарк Шрайн Может быть, отменит в самый последний момент Кристианр это здание Тут как раз подлетает иллюзия Так чисто посмотреть Кристианр достраивает дважды обнаруженный Дарк Шрайн Причем, мне кажется, оба раза Кристианр успел заметить юнитов соперника Ну ладно, интересно Это, видимо, по той логике, что Дарк Шрайн лишним не будет Гоблин не спешит выходить на третью базу Он понимает, что там, да, Дарки какие-то могут быть А Кристианр, кстати, очень странный апгрейд Делает апгрейд на скорость атаки адептом Ну, пока по итогам первых 7 минут Я не могу сказать, чтобы произошло что-то, делающее эту игру Даже кандидатом на звание Игра Года Ну, ничего страшного, не переживайте Если все 30 минут были такими, то Наши зрители уже уволены А это видео никогда не опубликовано на канале И как бы, все Поэтому, если вы меня сейчас слышите Значит, походу, игра норм Итак, готов апгрейд на скорость атаки адептом Полетела призма И Кристианр такую очень позднюю двухбазовую атаку будет осуществлять Ну вот, ровно то, о чем и говорил Помните, я про 6 сталкеров говорил Вот они, 6 сталкеров, которые дома остались Из-за того, что у соперника есть оракулы Но мы еще от себя добавим адепты Тоже никуда не делись И реально Кристианр собирается идти вперед И отменять сопернику третий Нексус Здесь что по врыву Врыв состоялся Адепты телепортируются в минеральную линию на натурале Хотел сказать, что тут же готовы оракулы подлетать Но нет, оракулы где-то в других местах находятся Они на натурале Тут выстроили череду ловушек Но вполне вероятно, что стоило атаки отменить Третий Нексус не стал этого делать Гоблин Гоблин очень странные вещи делает Он просто прыгнул вперед сталкерами Под огонь юнитов соперника И Морталы там тоже что-то походили на муве Но я не понимаю Это сражение от Гоблина, откровенно говоря Третий Нексус можно добить в любой момент Тут абсолютно очевидно, что Кристианр это должен делать Снова прыгает вперед Гоблин Как-то прям сверхсмело он играет Сталкеры, которые прыгают вперед Это сталкеры, которые по понятным причинам Уже не могут отступить от форсфилдов Гоблин как-то прям Как будто считает, что выход на третий Нексус Это прям вопрос жизни и смерти для него Ничего, что у соперника третьей базы нет Он так дерется за эту третью Постоянно ее ставит заново Блинки вперед делает Мне кажется, можно как-то по-другому Поступить Если так хочется третью поставить Можно ее в конце концов поставить здесь Заставив соперника напасть с другой стороны Опа Внезапно куча адептов оказалась в стазисной ловушке И Гоблин тут же начинает преследовать Отступающую армию Кристианра Еще у какой-то ловушки, похоже, просто срок годности закончился Но здесь прилетели два Оракула Ничего они не наубивали Но заметил краем глаза Гоблин, что соперник отступает Здесь разморозились адепты На первой линии фронта имморталы Они готовы принять в себя какое-то количество урона Пока особенно действует их барьер Ну и в целом, конечно, очень здорово здесь контролят оба Кристианра разбросал шикарные филды Гоблин растянулся в такой очень красивый широкий полукруг Который позволяет его армии быть максимально эффективной Тем не менее, похоже, что Гоблин начинает проседать Под шилдбет реверчарджем его не пробьют, безусловно Но в остальном Знаете, этот пуш с адептами действительно как будто бы здорово работает Там, правда, я вижу, краем глаза заказывается юнит Который является прямой контроль к этим адептовым пушам Потому что адептов неимоверно сложно защищать от выстрелов дизрапторов Врывается Гоблин двумя оракулами на натурал Кристианра Вот что будет происходить с базами протаса каждый раз Когда он не будет оставлять трех сталкеров У соперника из два оракула Здесь новая волна атаки Просто гигантский давар пцентрии сделал Кристианра Кристианра, он форсфилдами рассекает всю армию соперника Очень тяжело Гоблину эффективно размениваться Вот есть дизраптор наверху, да, там нужно отменять здание Которое, видимо, ставилось для того, чтобы адепты не могли телепортироваться И сейчас выйдет дизраптор Сейчас спустится дизраптор, выстрелит и попадет по сентрям Минус две сентрии, это неплохо, но этого пока недостаточно Здесь слишком много адептов Адептов можно поставить уже на холд позишн, чтобы они пробок начинали убивать Но, видимо, Кристианр хочет здесь добить армию соперника И заставить сталк рабути на хайграунд Он действительно это сделал Новый давар под адептов Тяжелейшая ситуация для Гоблина 47 лимита на 83 Вернулись домой оракулы, это здорово Это может помочь Дизраптор стреляет и попадает по нескольким адептам Которых пыталось спасти призма Не удалось, призма уничтожена Гоблин очень хорошо работает сейчас в обороне Шиллб3 верчат включен, но, откровенно говоря, особо никому не помогает Есть дизраптор, который успел перезарядиться Но который ни по кому не попадает толком У Гоблина 40 лимита на 77 лимита Кристианра Гоблин просто делает еще даварп сталкеров Проблема Кристианра в том, что у него призмы нет Поэтому он свои даварпы домой делает Вот они через всю карту идут Там еще нужно успевать тени бросать Для того, чтобы адепты быстрее доходили Можно фокуснуть кибернетическое ядро Это хороший вариант Блинка нет у Кристианра, напоминаю Поэтому толком уходить от ядер дизраптора он не может Его грейдом в Твайлайте Был именно грейд на скорость атаки адептам Эти сталкеры зажатые уничтоженные лимиты Выровнялись, господа Депты готовятся к запрыгу, но я бы уже не стал Я бы уже не стал, потому что непонятно это куда вообще Да Адептам уже стоит уходить Кристианр, безусловно, добил бы соперника Если бы не потерял призму Но после потери призмы Вынужден был отступить Немецкий поляк Или польский немец, как хотите Да, блин приходится делать Кристианру Это понятно Куда он теперь без блинка против дизраптора Кристианра 35 рабочих Это довольно неплохо сейчас На фоне 22 пробок гоблина Напомним, что все-таки довольно успешным был Хара с оракулами 7 убийств у одного Второй был потерян Но при этом никуда не делся прокси Старгейт Кристианр Ставит прокси Нексус Недалеко от Старгейта соперника Но оба пока ничего не видят И не могли увидеть Просто фантастика Тем временем Даркшрайн Он все это время был Господа, вы помните, что Даркшрайн существовал? В принципе Помнит ли гоблин? У гоблина есть Дома вот такой разложенный обсервер Подлетает своим обсервером Кристианр Да Минус обс, но по крайней мере Дарки не пойдут на верную смерть Они будут ждать своего часа Они оба не в курсе Они оба не знают Что в такой непосредственной близости Друг от друга находятся Здания в левой нижней части карты У Кристианра гад оф блинк Вполне вероятно, что он попробует забрать у соперника Единственного обсервера И потом зайти Дарками По крайней мере, мне кажется Это было бы логично Здесь еще группа оракулов Группа адептов, в смысле На оракула сейчас наткнулась И вот Может быть поэтому гоблин Нет Гоблин уже не остановится Он видел здесь пилон Он пролетел оракулом дальше И теперь увидел все А что это за несправедливость Вопиющее Подождите Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Нет, стоп-стоп-стоп-стоп Можно я паузу поставлю? Мне проанализировать нужно Подождите Есть два здания Это прям реально так работает? Не-не-не, подождите Так не может быть Может быть это оракул пролетел И увидел здание? Нет, это здание То есть Старгейт Видит пилон соперника Но пилон соперника Не видит Старгейт У них У разных зданий Разная область обзора Ребят, я Старкрафт 12 лет комментирую Я первый раз с таким сталкиваюсь Это что, серьезно? Ну, окей Ладно, ладно, вру Я знаю, что у главных зданий Там Особенно вот у Хаева У него там вообще бешеный радиус обзора У Хаев там Через полкарты видит Но Старгейт И достроившийся пилон Имеют разный вижен Возможно из-за того, что У них разный размер Да, просто фантастика То есть от Старгейта Есть актуальный вижен на пилон Актуальный, потому что Мы, видите, можем навести И увидеть ХП-бар От пилона нет вижена на пилон и Старгейт Просто фантастика Что ж Кристианр был не в курсе Но он в курсе сейчас Когда он делает даварап сталкеров И теперь он понимает, что соперник знает все А соперник не просто знает Он уже сюда пришел Гоблин приходит своими сталкерами У которых, кстати говоря, есть апгрейд плюс один На атаку у соперника Здесь даварап на поле боя Это может быть даже важнее Но там еще дизрапторы С которыми нужно что-то делать Ничего себе Блинк от Кристианра Вы видели? Чтобы сталкеры Блинкались вперед А не назад От дизрапторов Здесь еще одно войско подошло И там как раз была попытка Фокуснуть Апсервер Но в итоге Апсервера Потерял Кристианр Что происходит? Мы видим сражение В двух местах На карте одновременно И здесь хорошо Отблинкивается Кристианр Здесь адепты Кристианра Оказались на майне Гоблина Гоблин отбивается Гоблин заходит в минеральную линию Кристианра А тот выводит пробок Он будет драться вместе с ними Дизраптор прогоняет сталкер Блинк вперед Ничего себе Как он блинкается вперед Против дизрапторов Я не понимаю Я еще не имею возможности Их профокусить У Кристианра какое-то Своё блинк микро А в это время здесь адепты Уничтожают экономику Гоблина Конечно, Оракул тут хорошо Поработал по адептам Но у Гоблина остается 13 пробок Да, Кристианр скорее всего Нексус потеряет Но у Гоблина же и Такого Нексуса нет У него вообще ничего нет Так, тут рекол По итогам которого удается Немало юнитов спасти Там только один дизраптор Был потерян Несколько сталкеров 64 лимита на 61 У Кристианра больше пробок Но добывать-то им где? Добывать им особо негде С точки зрения количества пробок Гоблину нужно отстроить Только рабочих на газы Да, чтобы газ нормально добывался Но при этом газ сейчас Не в каком-то сильном дефиците Что у Гоблина, что у Кристианра А минералы все эти пробки Не могут добывать Существенно выгоднее Чем пробки Гоблина Да, Кристианр даже Уводит часть пробок На лон-дистанс майнинг Ситуация Ну, интересно вообще то, что Гоблин Ни на каком этапе не посчитал Выгодные инвестиции Грейд плюс 2 на атаку Вот в моем понимании Особенно сейчас Когда ты видишь, что у соперника Вообще нет грейдов У тебя есть плюс 1 Было бы прям очень круто и полезно Сделать плюс 2 Даже в ущерб одному дизраптору Не, мне кажется это даже бесспорно Ну какая разница У вас 4 дизраптора или 5 В сущности А если у вас плюс 2 на атаку Или плюс 1 для 17 блинг сталкеров Одного иммортала По-моему, куда более важно Опа Кристианр, похоже, знает Что соперник ушел Кристианр видел, что соперник ушел Он даже знает, где тут была статистная ловушка Поэтому он просто приходит И забирает здесь прежде всего обсерван А потом роботикс Потому что у него даркшрайн есть Сюрприз Да, у Гоблина Не то, чтобы нет детекции У Гоблина есть оракул Кристиан успел варпнуть трех дарков У меня даже ощущение, что Гоблин Только что их увидел Гоблин ведет вперед пробок Для того, чтобы не получить элиминейт Это понятно и это логично Гоблин пойдет в размен Потому что, по-моему, других вариантов Здесь вообще нет и быть не может Да У соперника будут дарки А у тебя из детекции только ревелэйшн И возможность убить дарков дизрапторами Но почему бы и нет? В конце концов, если дарков не слишком много И у них нет блинка Что самое важное А блинка-то реально нет По ним можно и дизрапторами попасть Это вопрос навыков Кристианр, похоже, даже Чардж Зила там получит Я не уверен, что это Нечто суперполезное в такой ситуации Ага И у Кристианра Встанавливается прокси-Нексус В том самом месте В котором, казалось бы, его Уже быть не должно было Но в этом плане, кстати, зря Гоблин не добивает Нексус на мейне Потому что теперь у Гоблина Может возникнуть ощущение Что у соперника прокси-базы нет Гоблин сам ставит Нексус Ставит его именно здесь У Гоблина хватает на это ресурсов У него, кстати, еще форжа есть Но для того, чтобы поставить фотонку Нужно еще собрать деньги на пилон Я думаю, что он не успеет Тремя пробками все это сделать Деньги на пилон Деньги на фотонку Тут за это время форжа Уже будет даже одним дарком убита Так, а что по составам армии 17 сталкеров 1 иммортал 4 дизраптора Тут 19 сталкеров и 3 дарка Ну, Кристианру, конечно, только обузить Как-то дарков Потому что Без них я пока не понимаю На что его армия способна Пока способна На то, чтобы отжать у соперника Стазисную ловушку Здесь ушел красиво Кристианер От шарика дизраптора соперника Оп Что-то было потеряно Я не понял Эээ Опс, что ли? А как опс мог быть потерян? За счет ревелейшена, может быть? А-а-а Я как-то не заметил Что тут могло быть потеряно Но вероятно, обсервер Да, мне кажется Это должен быть опс Кристианра Потерянный на ревелейшене Окей Здесь остались у Кристианра Какие-то здания на мейне Насколько полезно Он может как-то за счет них Технологии восстановить? Ну, Дарк Шрайн Между прочим, можно поставить На него там совсем чуть-чуть минералов осталось копить Слушайте, а может восстановить Дарк Шрайн? С учетом глобальной перспективности этой технологии У Кристианра-то дела получше идут в плане экономики Время будет на него работать Сопернику очень долго выходить в роботикс Это прекрасно понимает Кристианра Который фактически всю карту видит сейчас Опа У него в планах, что ли, вообще Да, он подлетает обсервером и видит общую картину Там три пробки на девять Кристианровских Гоблин заметил? Гоблин сейчас заметил сталкеров соперника Они прыгнули и просто отжали иллюзию, окей Вариант Гоблин уже все равно знает, где у соперника Nexus Тут пошли размены на сталкерах 17 на 17 Хорошо разменялся Гоблин Кристианр двух сталкеров отдал Кристианр делает кибернетку все-таки, а не Даркшрайн На имеющиеся деньги Ну не знаю, не знаю Я бы поспорил А что по даркам вообще? Один здесь, второй здесь, третий здесь Дарки, видимо, готовятся к своей миссии, но Мне кажется, было бы очень крутым решением сделать Даркшрайн И блин к даркам не находите? О-оу Здесь снова, по-моему, были пойманы сталкеры Ну, понятно, да, в чем логика Кристианра Он пытается занять Гоблина здесь Чтобы у Гоблина не было времени нормально по даркам работать А вот Гоблин все-таки смог, видите Появилось у Гоблина время Появилась возможность, он отработал по даркам И да, может быть, он там потерял еще пару пробок Но С дарком справился И осталось всего два дарка А ведь еще Revealation никуда не делся Помимо Дезраптора Он, видите, в каком-нибудь безопасном месте Аракул По-моему, Кристианра безвыходная ситуация Нет такого Ну, как-то он кибернетку поставил Хорошо, он будет сейчас строить сталкеров 57 боевого лимита на 33 Играет плюс один на атаку Наличие имморталов Дезрапторов Как-то меня вся эта картинка пугает немного Не добил Твайлайт соперника Кристианр Гоблин, между прочим, тоже может в случае чего Поставить Даркшрайн Это куда был выстрел? Мне кажется, это был выстрел совсем в молоко Тут ничего нет А-а-а-а Гоблин увидел обсервера Кристианра И подумал, что это Дарк выстрелил по нему Красиво Красиво Напомню, что для того, чтобы стазис сработал Нужна детекция Слушайте, ну тут потрясающе отрабатывает Гоблин Ой-ой По-моему, это была попытка заснайпить Оракулы Но Кристианр вспомнил, что там стазисная ловушка И что туда прыгать нельзя Ну если он ее видел А он ее видел, конечно, обсервера 11 сталкеров и 2 Дарка Очень безвыходно для Кристианра все смотрится Я пока не понимаю, к чему эти танцы должны привести по итогу Ну что? И тут начинает рубить Дарк Просто Гоблин уже реально может армию на две части делить Так-то, если подумать хорошо Он уже это сделал То есть у него дизрапторы там сами по себе Это войско само по себе Понятно, что не рискует Гоблин Оракулом Он его не может отдать Гоблин очень осторожно Оракулом Работает еще один стазис вард Кристианр потихоньку теряет свои здания Мне так нравится, что у обоих игроков есть твайлайты Которые, как известно, нужны для Дарк Шрайна В Гоблин ставит фаржу и потом, видимо, будет фотонки делать И, кстати, он не хочет делать новых пробок Возможно, считает, что они не сильно окупятся Потому что там минералов мало Может, это и правильно Здесь, похоже, все-таки пару сталкеров потерял и Гоблин 12 на 12 сейчас по сталкерам Подлетел Оракул Хочет ревелэйшн бросить на этого Дарка Но пока не подставляет Дарков Кристианр Один здесь, другой там Да, пошли фотонка, фотонка, фотонка Три фотонки у Гоблина Он хочет надежно защититься от Дарков Перейти в контратаку и закончить игру резонно Полностью понимая его расчет Никаких вообще сомнений, вопросов Да, да, логично Очень много статистных ловушек от Гоблина Тут такая, знаете, шланированная многоярусная оборона И надо понимать, кстати, что у Кристианра обсерверы закончились Новые не предвидятся Кристианр там экономику раскачал уже, ух как Он следующий Нексу ставит Его все устраивает Ну поэтому-то Гоблины ждал возможности нормально от Дарков защититься Он бросил ревелэйшн, он забрал одного Дарка Последний Дарк на карте Естественно, он пошел вперед Удачи, счастья, здоровья, всего наилучшего Мне кажется, это хороший исход для Дарка Могло быть хуже О, пользуясь отсутствием детекцию соперника Гоблин даже Сделал несколько иллюзий Сталкеров С пробками собирается драться Кристианр Ха, они окружили не настоящего Сталкера Справились с ним, конечно, героически Но толку не шибко много Дарк тем временем вышел из стазисной ловушки Но ничего не успевает с ним сделать Кристианра Потому что его войска заняты здесь Гоблин забирает еще один пилон Кристианр хорошо работает своими Сталкерами в плане Фокус Файра О, сталкеров больше Отставание по апгрейдам никуда не делось, конечно, но При такой разнице в сталкерах плюс 4 Или плюс 40% Если хотите Похоже, это не сильно сказывается Кристианр отменил Нексус Да, ну все деньги Потратил на доварт новых сталкеров Так, пробит барьер Иммортала Это значит, что можно будет попробовать его фокуснуть Прям запрыгнуть на него Если будет уверенность, что не влетят шары А будет ли уверенность? Не будет уверенности, но вот так просто он подошел И отжал Иммортала А юниты Гоблина заканчиваются Откровенно перемикливает соперника Кристианр Гоблин сейчас должен попытаться забрать Нексус и уйти реколом Просто забрать Нексус и уйти реколом Или может быть прямо сейчас, да, уйти реколом Ладно, можно и не забирать Нексус, согласен 4 сталкера, 4 дизраптора, 1 оракул остались Так У Кристианра есть Нексус Одна пробка на карте Она будет добывать И она поставит пилоны, которые позволят выйти из саплай блока Как-то помешать этому сейчас Гоблин не может Но у Гоблина есть оракул Который в теории может быть полезен О-оу Кристианр шел явно Заканчивать игру И выбивать здесь Гоблина Но попался на статистную ловушку А теперь знаете, какая интрига? Сталкеры-то разморозятся? Разморозятся А можно в них будет выстрелить дизраптор? Можно Именно в тот момент, когда они разбиваются Он получил ядро, просто фантастика Кристианр понимал, что произойдет Но он не успел отбринкнуться физически Не успел Гоблин запустил два ядра подряд В того, чтобы точно попасть по этим сталкерам Фантастически круто сыграл Хорват Гоблин бустанул Нексус, чтобы выйти вперед по экономике Хорошая идея, дружище Минералы откуда брать? Остался один минеральный кристалл У которого там 150 единиц минералов Потерян еще один сталкер У Кристианра их всего пять Ну, это похоже на катастрофу Особенно с учетом того, что сюда прилетел Оракул Его можно попробовать Да, наказать за этот прилет Но не при помощи Этих сталкеров В этот конкретный момент Разделил своих сталкеров Кристианр Ну, разделить сталкеров значит воевать три сталкера на три Даже без учета дизрапторов Проблема Гоблина У которого все вроде бы хорошо Заключается в том, что При грамотном контроле в чистом поле Его армия все еще слабее А ресурсы у него кончились Понимаете, в чем проблема? Тут-то ого-го Добыча будет Еще буквально пару минут Пробок построить с Кристианр И все Все будет хорошо Гоблину надо идти вперед Я не понимаю У него закончились минералы И он даже не насобирал на Нексус То есть ему надо лон-дистанс майнингом докачать на Нексус Или идти в улыновую атаку Вообще пытаться может ничью что ли сделать Типа останется один сталкер, который не убьет эти фотонки Та не фигня какая-то Сталкер же с блинком Он уйдет и пилоны просто разобьет Хотя стоп, достает ли сталкер до этого пилона? Да, да Сто процентов достает Я думаю, как-то вот так его разместить Ну что, Гоблину надо что-то делать Каждая секунда работает на соперника Какой-то нужен план Гоблин хочет заманить Кристианра в ловушку Он облетел оракулом этих сталкеров И он пытается создать приманку Для того, чтобы сталкеры ушли куда-то сюда Пробки пошли на лон-дистанс майнинг Но они пошли не в ту сторону Здесь уже истек срок годности ловушки Ну да, надо что-то сделать, чтобы сталкеры сюда зашли Надо как-то их выманить А как? Надо, чтобы пролетел оракул Может быть так Сталкеры уходят от дизрапторов Ладно, пофиг, Гоблин забил, пошел добывать В любом случае, если сталкеры здесь пройдут Если они попадутся на эту ловушку То дело в шляпе Ну-ка Кристианр уходит Ну тяжело заметить Можно Но сложно Кристианр Да, заметил, он знает Ребят, он знает, что здесь есть ловушка Он точно это знает И он, кстати, сильно потерял хп на одном из сталкеров только что Но можно подогнать свеженького Там, кстати, уже 13 пробок на 6 Там уже дикая добыча у Кристианра Я не могу вообще понять, у кого преимущество Кристианра Божественно расконтролил здесь Тут тончайший момент, куда нужно заступить сталкером И в какой момент отблинкнуться, чтобы сталкер не был потерян Все было сделано грамотно Здесь, я так понимаю, подлетал оракул, бросил ревелэйшн Все увидел, отступил Там уже второй гейт ставится У Кристианра скоро будет давар с двух гейтов И даже когда достроится Нексус На самом деле все равно у Гоблина будет сложная ситуация Потому что добыча 6 пробок на 16 Это очень плохо Гоблин в какой-то такой странной ситуации Понимаете, он играет в шахматы И при этом он попал в сложнейшую ситуацию С точки зрения часов У него нет времени на обдумывание шагов Понимаете Каждая секунда работает на соперника И в этой ситуации нужно очень хорошо думать Но времени на то, чтобы думать нет Ты можешь проиграть по времени Каждая секунда на соперника работает И Гоблин отчаянно штурмует какие-то варианты Придумывает какие-то ловушки Пока ничего не получается Но если Кристианр допустит какую-то ошибку Его можно будет попробовать наказать за это Ничего не меняется для армии Гоблина 3 сталкера, 4 гизраптора, 1 оракул Он с этой армией работает уже очень давно И она не станет больше Кристианра совсем другая ситуация Кристианра снова позволяет себе второй Нексус поставить Что делать Гоблину? Нужна какая-то улыновая атака Нужно что-то, что позволит перевернуть игру Потому что, ну, здесь Есть 6 пробок Опа! Заступил один сталкер Один ушел блинком Так, 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 так Снова начинается большая игра Оракул тоже возвращается домой Кристианр, наоборот, идет вперед всеми войсками Вот сейчас-то приближается развязочка Гоблину нужно все сделать очень грамотно Попробовать поймать этих сталкеров Или, может быть, даже не тратить на них выстрелы Он стреляет, двумя стреляет Тремя он не попал Но там в еще одну стазистную ловушку попадает Кристианр вообще ничего не понятно Кристианр следил за этими сталкерами Они не попали в ловушку Но попали другие Там тоже была стазистная ловушка Сколько сталкеров остается у Гоблина? Один единственный сталкер На 7 сталкеров Кристианра Но у Кристианра 4 сталкера заморожены А есть еще один Оракул И здесь снова надо стрелять Стрелять и попад Попал по двум сталкерам Остальных успел спасти Кристианр Пошли вперед пробки Еще один дезептор выстрелил Не попал Кристианр сплетился божественно И снова расплетился божественно Подошли новые сталкеры Кристианар Пробок теряет Гоблин Прилетел Оракул Он уже ничем не может помочь Эта оракулу Блинк сталкеров Кристианра Оракул уничтожен Остались одни дезрапторы И они попадают Они попадают И, может быть, еще раз попадут Но там ушел Блинком Кристианер И снова уходит Блинком А здесь Дизраптор на красный ХП Еще одного Сталкера удалось догнать Дизраптором Три Дизраптора на шесть Сталкеров Но Гоблин понимает, что это безнадега GG Кристианер Выигрывает действительно крутейшее ПВП Не могу не признать Я уж не знаю, станет ли это игрой года Мне кажется, что все-таки скорее нет Но кандидат абсолютно точно И вполне вероятно лучше ПВП этого года И вообще, знаете, такой новой эры Когда появились вот эти Дизрапторы Стазистные ловушки Современная мета со Сталкера Дизрапторами Все это смотрится очень динамично Все это смотрелось очень весело и здорово И надеюсь, что вам, дорогие друзья Было интересно Для вас работал Alex007 Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Делитесь отзывами в комментариях Поддерживайте Украину До новых встреч, всем пока и удачи Услышимся Субтитры сделал DimaTorzok